Два ярославских путешественника застряли на Таймыре. Преподаватель технического университета Александр Шапошников и художник Сергей Вихарев не смогли пройти до конца маршрут вдоль кромки Северного Ледовитого океана. Опытные туристы нашли приют на полярной станции мыса Челюскин. Марина Смарагдова продолжает. 16 августа к нам пришла телефонограмма. Мы получили на дом телефонограмму о том, что группа была вынуждена маршрут закончить. Дальнейшее продолжение маршрута ими невозможно. Выбраться самостоятельно они также не могут. И, соответственно, просят помощи, чтобы выбраться, попасть домой. То есть транспорт там никакой не ходит. Единственная возможность это попутный вертолет, на который в данный момент их сажать не хотят. Полтора месяца ожидания в семье Шапошниковых не знают, что именно не позволило опытным туристам пройти весь маршрут. Сейчас они находятся на самой северной полярной станции мыса Челюскин. Как говорят коллеги туристов, им могли помешать только ветер и льды. Зима наступила слишком рано. Родственники обратились за помощью в МЧС и областную думу. Это обращение к нам поступило в пятницу. За этот период времени мы написали официальные письма на имя Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, в Сибирский региональный центр. Пока информация ими не предоставлена, что сделано и что делается. Данная ситуация находится на контроле и нашими коллегами Сибирского регионального центра. Художник Сергей Вихарев и преподаватель Александр Шапошников из тех, что выбирают крутые маршруты. За плечами едва ли не все реки Союза, в том числе Полярный Урал. В прошлом году два месяца на Чукотке. Фотовыставка в музее-заповеднице как раз повествовала о впечатлениях о краях в 9 месяцев зима. О северном ледовитом они мечтали уже тогда. Часть их маршрута пролегала в высоких широтах. Мы им помогали сделать пропуска по граничную зону, во-первых. Во-вторых, помогали контактами с местной исполнительной властью, чтобы на местах было понимание и была оказана всяческая помощь. Эта экспедиция была частью акции «Тысяча лет – тысяча рек». Ее ярославские туристы проводят уже 5 лет. Как скоро закончится этот поход, пока неизвестно. Пока просьбы не было в наш адрес. Естественно, если она будет, мы поднимем все наше туристское братство и необходимые средства найдем, чтобы заказной рейс сделать и их оттуда вывезти. Марина Смарагдова, Василий Мосин, Городской телеканал.